Если хочешь поближе узнать человека, пригласи его в гости. Ночью в эфир. Ночной гость на канале Пермь на РБК. Я недавно узнал, что в Великобритании родителей учат воспитывать младенца в следующем образом. Младенец должен всегда знать, что у него есть выбор. Даже тогда, когда он слово выбор-то не знает. Куда ты, мол, хочешь ползти? Направо или налево? Ах, ты налево ползешь. Значит, это твой выбор. Младенец не понимает слово выбор. Но ведь рано или поздно он перестает быть младенцем. И он учится выбирать, выбирать и выбирать ежедневно по сто, по тысяче раз в день. И в конце концов привыкает. Жизнь, которую он выбрал, это его собственная жизнь. О выборе мы будем говорить сегодня с начальником департамента образования администрации Пермь. Ледмила Гаджиева. Ледмила Анатольевна, здрасте. Добрый вечер. Вечер добрый. Спасибо, что пришли. Слушайте, вот про выборы мы чуть-чуть попозже. А пока вы ведь у нас замечательный человек, яркий, в медиасфере неоднозначный. Я помню огромное количество негатива, которые сопровождали различные ваши действия, пикеты, которые, значит, собирались. То есть вы вызываете, вызываете резонанс. Как вот ваше личное отношение к этому резонансу? Ну, на самом деле, переживать эти пикеты, честно вам скажу, непросто. Ну, вместе с тем я понимаю, что если я хочу чего-то добиться, если я хочу что-то изменить, то в любом случае мне приходится ставить определенные цели. Понятно, что мне необходимо и в большинстве случаев мне удается убедить коллег, людей убедить, родителей, что двигаться нужно в этом направлении. Ну, сами понимаете, не всегда это случается. Приходится все-таки где-то принимать и волевые решения, но в результате чего мы, собственно, имеем какие-то отдельные недовольства в определенный период времени. Но самое главное, ведь время показывает тот результат, мы его достигли или нет. И когда я вижу, что результат достигнут, более того, люди, которые подхватывают эту идею, они подходят к ней творчески, они ее трансформируют, и результат становится еще лучше, чем ожидал, я считаю, что игра стоит свеч. А вы вообще такой либеральный руководитель или авторитарный? Нет, я авторитарный руководитель. То есть вы знаете, как надо, а все остальные должны делать так, как вы сказали? Ну, если утрировано, примерно так. Но в любом случае, когда возникает ситуация, где надо подумать, я проконсультируюсь с теми людьми, которые больше меня знают в той или иной сфере. Нельзя думать, что ты самый умный. Но тогда, когда я уже поняла, что решение принято, я к нему иду прямо. Вот вы огромное количество решений ежедневно принимаете. А есть какие-то решения, которые вот вам запомнились прямо сейчас? Вот вы готовы вспомнить? Да, вот это была важная штука. И хорошо, что, несмотря на огромное количество сопротивления, это решение было принято именно в той форме, в которой вот... Ну, я могу, наверное, так с лету, без подготовки два примера назвать. Один большой, системный, касающийся всего города. Один частный. Потому что частные примеры не всегда так понятнее. Из большого. Вот наш город Пермь славится тем, что мы очень системно поддерживаем развитие негосударственного бизнеса в сфере образования. Как дошкольного, так и школьного. Решение субсидировать развитие, субсидировать услуги образовательные в частных школах и в частных детских садах, причем по полному нормативу стоимости услуги, причем тогда, когда это не делал ни один город в Российской Федерации, а у нас это происходит. И в течение нескольких лет удерживать эту ситуацию, вот такое субсидирование, такую поддержку, я считаю это вот таким серьезным результатом. В том числе и лично мои где-то. Хотя понятно, что не я одна принимаю решения. Из одного маленького частного примера, наверное, да, школа. Была у нас школа 29, давным-давно, еще это был 2007 или 2008 год, я уже не помню. Ну вот так сложилось, что по результатам школа давала плохое качество. Вот тогда пришлось волевым решением это учреждение закрывать, детей перераспределять. Но сейчас, когда проезжаем мимо этого здания и вижу, что там находится наша 146-я, известная во всем мире физико-математическая школа, я понимаю, что вот я сделала правильно. Хотя, конечно, тогда было огромное недовольство среди родителей, значит, где-то, может быть, там депутаты не понимали. Но нам удалось эту ситуацию пройти. Таких вот частных примеров достаточно много. Но в любом случае они работают на повышение качества образования. Потому что детки, которые находятся в не очень сильных школах в плане рейтинга по обученности, они же там получают невысокого качества образования. То есть в данном случае... Вот такие решения непопулярные всегда. То есть задача ребенка вырасти человеком с качественным образованием, красным дипломом, вот он такой должен быть. Ну да, вот опять же, я всегда говорю, да, красный диплом, это, наверное, это необходимые условия, да, для развития. Это точно базовую подготовку никто не отменял. Но это точно недостаточные условия. Когда думаешь про воспитание собственных детей, в частности, думаешь, вот что ты хочешь от своего ребенка в первую очередь. Ну вот, наверное, таким, может быть, не очень конкретным понятием я описала бы эту ситуацию успешного ребенка. Возникает вопрос, что такое успех, да, наверное, есть разные трактовки, я под этим понимаю. Тогда, когда мои цели совпадают с моим результатом, и я чувствую удовлетворение, да, мне хорошо от этого, я считаю, что я успешна. Не-не-не, блин. Я хочу сказать, что и ребенок, в моем понимании, должен быть такой успешный. Вот, 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 когда ваши цели совпадают с вашим результатом, у вас появляется успешный ребенок. Может быть, его цели с его результатом? Нет, я как раз хочу сказать, что если цели у ребенка, возьмем, вот, вы ребенок. Ваш 11 класс. Да, хорошо. Вы поставили себе цель, элементарную сейчас, скажу, для понимания, там, поступить в известный университет мира. Пожалуйста. И вы эту цель достигли, вы получили результат, вы поняли, что вы молодец, что вы на этом этапе вы состоялись. Ставите новую цель, и так вы продвигаетесь в своем личностном росте все выше и выше. Это очень хорошо, если я поставил цель поступить в Гарвард. Но возникает небольшой вопрос. К 11 классу я умею ставить цели? Или это цель, которая мне была навязана моими родителями, там, с 4, 5, 6, 7? Ты должен поступить в Гарвард, Кембри, Шоксфорд. Или, в конце концов, в Московский государственный университет имени Ломоносова. И вот рано или поздно я уже смиряюсь. Ладно, хорошо, пусть будет моя цель. Вот правильно в точку. Как работает наша система образования? Мы ребенка в 1-й А-класс посадили. В 11-м А-классе мы его забрали. Значит, никаких возможностей, никакого поля для выбора нет. Работаем по жесткой программе учебной, которая выстроена в соответствии с федеральным учебным планом. Наша жизнь простроена там от рождения до смерти. Причем простроена не нами. Не до смерти, не до смерти. До выхода на хорошую работу. Ну, как-то так, да. Причем хорошая работа, обычно тоже в понимании родителей. Поэтому, конечно, самая главная наша задача, система образования, как я сейчас понимаю, и мы в нашей стратегии пермского образования, которому до 30-го года прописали, зафиксировали в качестве главной цели учить этому выбору ребенка. Причем даже не со школьной скамьи, а с детского сада. Вот я начинал уже с примера Великобритании, о котором услышал от замечательной журналистки Тони Самсоновой. Вот она подробно рассказывала, что действительно, действительно, родителей учат предоставлять ребенку выбор. Он должен сам решить, куда ползти, когда ему там 4 месяца. Должен сам решить. Потому что, как бы это смешно ни звучало, закладывается база для того, чтобы потом, через там 15, 17, 20 лет, он сам решал, как ему жить. Вот, и мы должны сделать таким же образом, чтобы у нас такое поле для выбора было. А с чего начать? Для выбора, для перебора. Ну, я, поскольку человек конкретный, я сразу с примерами тогда буду говорить. Давай, давай. Значит, ну вот возьмем детский сад. Моя сейчас маленькая, ей 5,5 лет, она в детском саду. Мы сейчас систему дошкольного образования внедряем... В очереди не стояли, простите, пожалуйста, я... Ну, немножко-то постояли. Ну. Значит, когда мы... Значит, что мы делаем? В системе дошкольного образования мы сейчас активно внедряем вот уже там 2 года. Краткосрочные курсы. У нас, как обычно, курс идет, там, 34 часа в год. Это получается по часу в неделю. Ну, либо там, там, по 2 раза в неделю. И весь этот курс ты с сентября по мае изучаешь. А мы сейчас говорим, а давайте сделаем так, чтобы этих курсов по выбору было много. И пусть они будут короткие. 2 часа, 4 часа, 6 часов. И поэтому... Сюда походили, туда походили. Да. И получается, что я в течение квартала, причем не я, заметьте, а моя Настя выбирает сама уже каким-то образом, они там это обеспечивают в детском саду. Она выбирает по 2 курса в квартал, коротких, на фоне тех, которые мы выбираем длинных. Примеры курсов сразу. Ну, вот сейчас, то, что она у меня выбрала, это строят из кирпичиков дома. Причем, заметьте, особенность. Мы настаиваем, чтобы эти курсы носили продуктоориентированный характер. Ребенок что-то должен делать своими руками. Не сидеть вот так вот за партой. То есть, 5-летнему ребенку было предложено, там, либо ты строишь из кирпичиков дома, либо ты там из бумаги делаешь самолетики? Да, что угодно. Таких курсов не менее 50, вот то, что предлагается только мне в детском саду. То есть, это может быть накрыть стол. Может ребенок в 5-6 лет накрыть стол? Безусловно. Вполне. Безусловно. Я по-своему помню. Они же интересны, они понятны. Но самое главное, они дают ребенку возможность вот этого перебора. Но дальше наша следующая задача, как это сделать в начальной школе, в основной школе. И мы сейчас вот на всех параллелях, на всех ступенях обучения внедряем вот такую систему краткосрочных курсов. Это наша специфика пермского образования. А вот это для чего делается? Это вот так же, как мы уже говорили, как на Западе, чтобы выбору научить? Чтобы выбору научить. Или это для того, чтобы какой-то талант раскрыть? Талант кубик строения? Одно ведь другому здесь не противоречит. То есть, смотрите, на фоне чего ты будешь делать выбор? Ты выбираешь деятельность. И наша задача, чтобы это поле деятельностей было большое. Вот и все. На самом деле все просто идеологически, но организационно это очень непросто. Такие курсы нужно разрабатывать. Под них их нужно, во-первых, придумать. Под них нужно разработать учебные планы. Это делают наши учителя. Хотя, с другой стороны, это возможность для проявления творчества. Это нужно вставить в учебный план. Это нужно приобрести соответствующую материальную базу. Обновить под каждый курс своя база. То есть, сказать легко, просто и понятно, но сделать непросто. Но я считаю, что за этим будущее. Хорошо. В пять, в шесть лет это кубики, самолетики. Но потом начинается школа. Там что? Вот смотрите по школе. Что отличает здесь нашу... Какова наша цель в нашей стратегии? Я хочу соединить организационно и содержательно систему общего образования, общего, непрофессионального, общего, и работодателей. Непонятно. Пока непонятно. Соединить, я пока идеологически, соединить общее образование и работодателей с тем, чтобы наши ребята, обучаясь еще в школе, получали большое количество профессиональных проб и практик на предприятиях города. Вот в эту систему уже включились такие крупные предприятия наши, как Протон, Искра, приборостроительная компания, предприятия индустриального района подтягиваются. На фоне вот таких вот крупных предприятий включаются средний бизнес и малый бизнес. Всевозможные индивидуальные предприниматели, где занимаются ремонтом машин и так далее. То есть ведь у нас дети разные и работодатели разные, но основная идея показать ребенку, что вообще знания, которые ты получаешь в школе, они нужны тебе не, ну это как не самоцель, они тебе нужны для того, чтобы ты мог работать. Окей, значит вы предоставляете ребенку возможность попрактиковаться в автомастерской или сходить на завод или попробовать себя в химических опытах. Здесь вопросов нет, но ведь ребенок-то при этом делает немножко другой выбор между игровой приставкой и вообще каким-то занятием. Это точно. То есть здесь действительно нам приходится конкурировать с такой средой, да, из которой ребенка сложно вытащить, вот из этой игровой деятельности, которая по сути за собой никакую педагогическую там сильную нагрузку не несет. Ну куда деваться? Значит мы должны быть конкурентно способны, мы должны предлагать интересные курсы. С силовым порядком все равно туда ребенка не загонишь. Мы ведь несмотря на то, что казалось бы в 21 веке уже давным-давно не очень далеко ушли от Сыроежкина, который пел «Мы маленькие дети, нам хочется гулять». Сейчас правда уже ну не гулять, сейчас там нам хочется стрелять, играть, бегать, прыгать. Ну вот в основном все в этом виртуальном пространстве. И получается, что прежде чем мы научим ребенка выбору, мы должны его еще вообще заинтересовать? В принципе каким-то другим процессом? Есть такая проблема, действительно просто курсы мы должны предлагать, чтобы они были интересные. И они действительно носили такой практикоориентированный характер. Ребенку неинтересно и скучно тогда, когда он сидит за партой и ничего не делает, а учитель ему рассказывает. Вот тогда скучно. А если ты делаешь руками, это всегда интересно. У нас было интересное мероприятие, и нам школа дизайна, школа «Точка», сейчас она переименовывается у нас, это, кстати, вот уже для нас событие. Значит, они создали такую, знаете, организацию, частное предприятие, учредителям, где выступила школа. И дети в этой школе сами разрабатывают дизайн-проекты. За это они получают деньги. Понимаете? То есть это уже почти, ну, ребенок понимает, он сделал продукт, продукт востребован был от работодателей. А ребята наши, вот десятиклассники, одиннадцатиклассники, девятиклассники, они дают готовый продукт. Конечно, таких случаев, я сейчас могу примеров сказать, наверное, не очень много. Ну, это вот наши такие уникальные школы, которые в последнее время мы о них много говорим. Это инженерная школа, которая в Рженкидзевском работает в районе, с Искрой сотрудничает тесно. А 16-я? 16-я, 129-я в Лидах, они с Протоном, там, IT-школа работает, ну, каждая там со своей сферой. Но наша задача, чтобы абсолютно все дети во всех школах города Перми имели такую возможность. Это ноу-хау пермского образования? Ну, может быть, нескромно скажу, но я считаю, что да. То есть это вот в данном случае... Я пока примеров не видела. В данном случае одна из ваших разработок, может быть, не ваших личностей, а вашей команды. Да, это, значит, задача наша, которая поставлена для нас, нами же поставлена для системы пермского образования. Но мы были в Питере недавно, ну, буквально там месяц назад, и наткнулись там на идею, который очень... Значит, у них проект «Школьная лига Роснано», вот, где аналогичное решается... То есть работодатель ставит проблемную задачу для ребенка, и дети под руководством взрослого решают эту проблему для работодателя. То есть, похоже. Решают проблему, у которой нет ответа. У которой нет ответа. Это не задача из учебника. Это не задача, да. Посмотрите, ответ на странице 122. Да. И находят решение. Так, как рассказывают вот наши петербургские коллеги. И поэтому мне... И там они, получается, ориентированы больше, ну, на, наверное, таких продвинутых детишек. Поэтому я думаю, что мы в этот проект... У меня есть такая задумка. С сентября будем входить. Мы уже создали там могучую группу наших директоров, которые сейчас этот проект разрабатывают. Могучую кучку, да. Могучую кучку наших директоров. Они этот проект будут разрабатывать. Я думаю, что мы в августе об этом будем говорить на августовской конференции. Вот смотрите. Вот смотрите. При всем при этом я сейчас вам, наверное, самый распространенный довод против всех новаций приведу. А учить-то? Учить-то вы детей будете? Чтобы они математику знали, историю знали, по-русски писали. Грамотно и знали, чем отличается один литературный герой от другого. Когда вы их будете учить? Ну, действительно, это такой логичный всегда, это не логичный, а типичный аргумент. Мы всегда говорим, ну, разве можно базовую подготовку исключать? То есть все, о чем я говорю, это все происходит на фоне высокого уровня базовой подготовки. Ее никто не отменял. Все равно стандарт мы должны выполнять. Я, опять же, может быть, похвастаю здесь. Ну, кстати, вот ЕГЭ ведь у нас недавно завершилась. Если окончательных результатов нет, есть предварительные. Я смотрю, что пермские школьники, они и в этой части конкурентно способны, меня это радует. Значит, мы показали по сравнению с прошлым годом по одиннадцатым предметам положительную динамику. А в прошлом году по русскому, по математике, мы среди городов-конкурентов были первыми. Мы с городами-конкурентами списываемся, созваниваемся. А кто из конкурентов просто ради интереса? Всех миллионников взяли. Значит, Москва, Питер и так далее, там, Челябинск и так далее. Да, 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 да. Вот у нас уже такая переписка давно ведется. И я рада, что в этом году мы и по математике, хотя она была очень трудная, и по русскому, показали динамику положительную по отношению с самим собой, по сравнению с прошлым годом. За исключением двух предметов. Но наши показатели повыше, чем в Пермском крае. Но это тоже уже традиционно за последние три года. Поэтому качество обученности, есть у нас такой термин, качество знаний по-простому, качество обученности пермских школьников, ну, я считаю, достаточно высокое. Но мы должны на этом не останавливаться, а работая на перспективу, думать о сотрудничестве с работодателями. Ну, и я все-таки сейчас вернусь к родителям. А качество понимания родителей? — Ой, это да, действительно такой пласт работы. Им надо сразу сказать там, какая у тебя отметка, все, что тебе, какие уроки задали, и все, лишь бы было все хорошо в днике. — Балт по ЕГЭ, какой проходной там и так далее. — Поэтому, конечно, это пласт работы, который нам еще предстоит освоить с родительской общественностью. Но я рада, что наша родительская общественность в большинстве своем все-таки такая, знаете, продвинутая. То есть родители вникают в образовательный процесс. Ну, понятно, что не все 100%, но есть на кого опираться. Но родителей нужно воспитывать точно так же, значит, как и учителей, детей и нас, управленцев. То есть мы должны все равно вместе сдвигаться вот в этой новой парадигме. — У нас время подходит к концу, а ночь впереди темная. Позвольте от нашей программы сделать вам небольшой презент. Вот это фонарь. Это фонарь для того, чтобы ночью он вам освещал дорогу. Что вы будете с ним делать днем, я не очень хорошо понимаю. Но один древнегреческий философ днем искал человека. Попробуйте, попробуйте. Может быть, у вас получится. В конце концов, у вас работа такая. Человеков не просто находить, но еще и выращивать. Спасибо, спасибо за подарок. Начальник департамента образования администрации Перми Ледмила Гаджиева была у нас в ночном гости. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...